Подозрения объявили киевскому стрелку. Заседание суда по делу о сбитом самолете рейса MH17, очередное давление на белорусские СМИ и лидлкоул для наших ученых. Это новости. Добрый вам вечер. Пулевое ранение получил украинский военный на линии соприкосновения. Случилось это во время обстрелов незаконными вооруженными формированиями позиций возле Маринки. Состояние военного удовлетворительное. Он в больнице. Об инциденте сообщили наблюдателям ОБСЕ. Всего за сутки зафиксировано 6 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Спасибо большое. Ирина, как прошло заседание? Ты в прямом эфире, рассказывай все, что тебе известно к этому часу. В Нидерландах судебном комплексе Схипхал сегодня состоялось последнее этим летом заседание суда по делу MH17. Как вы уже сказали, следующее было назначено на 6 сентября. И важно отметить, что в сентябре и октябре этого года в суде будут иметь слово родственники погибших. И ожидается, что это будут самые эмоциональные слушания за все это время. Сегодня родственники погибших присутствовали непосредственно в зале суда. Обычно они следят за процессом из специального зала на втором этаже. При этом адвокатов одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова в зале заседания не было. Они следили за процессом с помощью прямой трансляции, о чем предупредили заблаговременно. Также стоит отметить, что, как вы видели на кадрах, один из судей находится в карантине. И поэтому он присутствовал на судебном заседании в режиме онлайн. Можно было увидеть его лицо на экране. Заседание длилось всего несколько часов. Сегодня суд рассматривал запросы защиты Пулатова и большинство из них отклонил. В частности, относительно дополнительных данных российского концерна «Алмаз-Антей» об уничтожении борта МХ-17. Также относительно изучения всех обломков самолета. Кроме того, суд на сегодняшнем заседании отправил аудиозаписи Пулатова на дополнительный анализ, чтобы окончательно откинуть момент с манипуляциями, чтобы подтвердить, что действительно на аудиозаписях мы можем слышать его голос. И был установлен дедлайн 1 ноября 2021 года. После заседания уже традиционно родственники погибших возле здания суда обсуждали все услышанное. Они сообщили, что готовятся к своим выступлениям в суде осенью. Важно отметить, что не все родственники нашли в себе силы выступить осенью. Ожидается, как я уже говорила, что это будут самые эмоциональные слушания. И также важно отметить, что уже на следующей неделе, в субботу, 17 июля, будет седьмая годовщина со дня трагедии. И в этот день, в День памяти, родственники погибших посетят место памяти, мемориальный комплекс возле аэропорта Схипхал. Николай. Ирина, спасибо огромное. С нами на прямой связи из Нидерландов была специальный корреспондент Украинформа Ирина Дробок. Она рассказала подробности последнего этим летом заседания суда по делу MH17. Обыски в оккупированном Крыму. Сотрудники ФСБ пришли в дом родителей советника главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Гайде Резаевой. Об этом она сообщила в Фейсбук. По ее словам, мать и сына забрали в отделение на допрос, но вскоре отпустили. Окупационная власть якобы инкриминирует Резаевой участие в добровольческом батальоне имени Намана Челебиджихана, который в России считает незаконным вооруженным формированием. Саму ситуацию с обыском Резаева связывает с давлением на нее из-за работы в трехсторонней контактной группе. Резаевой участие Украина должна получить шанс вступить в НАТО, так как наша страна играет большую роль в безопасности Европы. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимонита во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой. По ее словам, Литва делает все возможное на политическом и дипломатическом уровне, чтобы сдерживать агрессивные действия России. Мы хотим от имени Европейского союза также и в Европейском союзе наголошовать на то, что надо продолжить придирать внимание, чтобы тиснуть на Российскую Федерацию, насколько и насколько долго это будет необходимо, пока ситуация не решится. Мы поговорили про вопросы партнерства с НАТО. И Украина делает большой внесок в безопасное средство Евроатлантического региона. Европа снова убедилась, что угроза российской агрессии ближе, чем кажется на первый взгляд. Сегодня Россия устроила провокацию здесь, в Литве. Они запустили военный самолет без опознавательных знаков над Балтийским морем прямо во время конференции президента Литвы и премьер-министра Испании. Для его перехвата пришлось поднять два истребителя НАТО, а встречу прервать из-за угрозы военного вторжения. Это чрезвычайное событие вызвало резонанс и в Литве, и в других странах. Ведь это знак для всей Европы. Я думаю, то, что произошло, немного освежило восприятие наших западных партнеров, чтобы они поняли реальность, в которой мы живем. Так как до сих пор есть много тех, кто воспринимает угрозы России как что-то условное, теоретическое, а они явно не такие. И наши друзья с Украины знают это как никто лучше. И мы тоже знаем. Правда, в меньшей мере. Общие угрозы, цели и ценности – это то, что объединяет Украину с Европой. Но чтобы стать полноценной частью Европейского союза и НАТО, в стране должны продолжаться позитивные трансформации. Во второй день международной конференции по вопросам реформ в Украине сфокусировались на конкретных изменениях, которые уже произошли и запланированы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил перед международными партнерами стратегию реформ до 2030 года. В основе этой стратегии лежат такие ключевые принципы. Экономическая свобода, национальная безопасность, верховенство права, людский развитие и эффективное вырядувание. Не случайно эти принципы нашей стратегии совпадают с ключевыми ценностями ЕС и НАТО. Адже европейская евроатлантическая интеграция пронизирует все урядовые реформы. Больше всего внимания уделили экономическим реформам. Украина поставила амбициозную цель – войти в топ-30 стран в рейтинге «Дуин бизнес» и привлечь еще больше инвестиций в страну. Нужно создать условия для равной конкуренции и защиты прав собственности. Такой рецепт идеальной экономики нам рассказал в кулуарах конференции профильный министр Алексей Любченко. В Украине есть достаточно инвестиционных ресурсов для того, чтобы восстановить экономику. Нужно создать механизмы, что делает уряд, для функционирования полноценного рынка капиталя. Я хочу, чтобы у нас были выходы на световые финансовые рынки, чтобы у нас были индексы, световые индексы. Мы за поддержку USAID подписали меморандум относительно развития рынка капиталя в Украине. И это мощный, рамковый документ, который, я уверен, не позволит сюда, ну, принаймні, залучать инвестиционный банкетский капитал. Сейчас Европа главный торговый партнер Украины. Но наша страна хочет и дальше расширять отношения в рамках зоны свободной торговли. Ведь Украина давно может поставлять больше качественных товаров в ЕС, чем прописано в экономической части соглашения об ассоциации. Также Киев рассчитывает на подписание так называемого промышленного безвиза в ближайшие годы. Промышленный безвиз – это и есть вот этот, скажем так, безвиз для продукции с дополнительной стоимостью. Не для сырьевых материалов, а продукция, которая производится в Украине – это и бытовая техника, это и провода, и определенное оборудование. Сегодня, хотя у нас есть доступ на европейский рынок, экспортировать очень тяжело. Очень много импорта идет в Украину продукции. Промышленный безвиз уравнивает условия европейских и украинских игроков на украинском рынке и на европейском рынке. Два дня в Вильнюсе сотни политиков и экспертов со всего мира анализировали ход реформ в Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, была и критика, но больше украинская делегация услышала слов поддержки. Визнано, что Украина продолжает двигаться шляхом реформ, что сделаны очень сложные, беспрецедентные реформы, в частности, земельная реформа. Впереди уже началась судовая реформа. Другой момент, и целый навык в некоторых выступах, про то, что то, как Украина прошла кризовый ковидный 2020 год, превышало оценки низких наших международных партнеров и международных финансовых институций. Следующая такая конференция пройдет в 2022 году в Швейцарии. Когда мы общались с главой дефедомства этой страны, он нам сказал, что он рассчитывает, что к тому времени Украина уже сможет достичь нескольких своих амбициозных целей. Юлия Кричкова, Сергей Савчук из Вильнюса. Новости Украины. Удар по свободным СМИ в Беларуси. Министерство информации заблокировало доступ к сайту старейшего белорусско-язычного издания «Наша Нива». Задержан и главный редактор этого сайта Егор Мартинович. Ранее прошли обыски и аресты в редакциях по всей стране. Журналисты и аналитики отмечают беспрецедентное давление на медиа, в то время как Александр Лукашенко заявляет о готовности к войне внутри страны. Все подробности далее в сюжете. Главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича задержали в Минске на 72 часа. По данным СМИ, его подозревают в организации беспорядков. Кроме Мартиновича, после обысков в квартирах и редакциях задержаны еще ряд журналистов и редакторов негосударственных СМИ. В Белорусской ассоциации журналистов отмечают, ситуация только ухудшается. На данный момент, когда мы с вами разговариваем, в заключении находится 25 человек. Это все выглядит очень ужасно. Это просто с учетом, что мы знаем этих людей. Белорусская ассоциация журналистов объединяет более 1200 членов. И работники этих медиа – это наши коллеги, мы их знаем. И мы понимаем, в каком ужасном положении мы все сегодня находимся. В организации отмечают, репрессии против СМИ в Беларуси усилились год назад. С началом президентской кампании. И с тех пор становится жестче каждый раз, когда против страны вводятся новые санкции. Журналистов обвиняют в экстремизме, финансовых махинациях и организации массовых беспорядков. Тем временем Александр Лукашенко нашел репрессиям новое оправдание. Он якобы защищает страну от внутреннего врага. Мы готовимся к войне не так, как это было прежде. Вы прекрасно понимаете, что война, скорее всего, не начнется с агрессии извне. Она начнется изнутри. Начнется разрушением умов наших людей. Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране. И уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. Лукашенко не намерен принимать независимые СМИ, отмечают эксперты. По словам Вадима Можайка, аналитика Белорусского института стратегических исследований, давление на медиа хоть и свидетельствует о неуверенности властей, но будет только усиливаться. Лукашенко всегда воспринимал независимые СМИ как своих врагов. Никакого пиетета перед журналистами у белорусской власти не было и раньше. Но сейчас мы видим, что особенно после августа 2020 года белорусские власти активировали свою войну со СМИ. Лукашенко совершенно не чувствует себя победителем. Он чувствует каждый день угрозу. И именно поэтому он боится ослабить давление. И все, что система может предложить, это только новые репрессии, новое давление на всех вокруг, на всех, кто с Лукашенко не согласен. Во вторник, 6 июля, Беларусь также заблокировала трансляцию двух украинских телеканалов. Один из них – канал украинского инновещания на русском языке «Юэй», который вместе с каналом «Дом» входит в государственное предприятие «Мультимедийная платформа инновещания Украины». Генеральный директор предприятия Юлия Островская отметила, телеканалы продолжат работать для аудитории в Беларуси. Самое главное, что мы должны сделать, это дать еще больше возможностей зрителям нашим в Беларуси иметь доступ к правдивой информации о том, что происходит в Украине и в мире. И я думаю, что мы сейчас еще увеличим количество контента о Беларуси из кривых зеркал новостей. И также мы не ставим попытки, наши желания открыть корпункт в Минске. Автобус с украинскими туристами задержали сегодня на пограничном пункте пропуска Сукобин в Черногории. В салоне находилось 34 человека, в том числе дети. Причина ареста – фальшивые 200 евро, которые были у водителя. Он пытался рассчитаться именно за правки, рассказали нашему телеканалу в посольстве Украины в Черногории. На данный момент всех туристов отпустили, а водители задержаны и дают показания. Туристическая компания «Акортур», которая организовала этот тур, она отправила автобус, забрала всех туристов, 31 человек, плюс руководителя группы. Двое наших родителей, на жаль, были в затримании. Киевскому стрелку объявили подозрение. Ему инкриминируют покушение на жизнь полицейского и еще двух человек, которых он ранил. Об этом сообщает в столичной прокуратуре. По их данным, нарушителю может грозить пожизненное заключение. Инцидент, напомню, произошел вчера в Голосеевском районе Киева. Мужчина через закрытую дверь выстрелил из охотничьего ружья в правоохранителей, которые прибыли на вызов. В итоге ранил одного полицейского, а также двух гражданских. После стрельбы еще и поджег квартиру, которую, по его словам, пытались незаконно отобрать. Газ для украинцев в отопительный сезон может значительно подешеветь. Об этом в программе официальный разговор заявил глава правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Компания уже начала подписывать трехлетние соглашения с производителями тепла. Согласно документу, стоимость поставки газа для них будет рыночной. К тому же раз в год предусмотрена и индексация. Нефтегаз предложил такую революционную, на самом деле, и справедливую структуру ценообразования. Когда нефтегаз на объемы, которые традиционно используют вот эти теплогенерирующие компании для производства тепла, для населения как раз, предложил цену, фиксированную на год. Могу сказать, что эта цена практически в два раза ниже, чем та цена спотовая, которая есть вот даже сейчас, летом. Она позволяет, соответственно, теплогенерирующим компаниям установить тарифы, которые гораздо ниже, которые тоже прозрачные, понятные для людей. Более миллиона украинцев получили первую дозу вакцины от коронавируса, а за минувшие сутки появились более 100 тысяч граждан. Это украинский рекорд, но лишь на сегодняшний день. Ведь компания по иммунизации в Украине набирает обороты. Однако возникает вопрос, хватит ли вакцин. В Минздраве начали говорить о собственном производстве препарата от COVID-19. Реально ли это знает Инна Насоненко? Pfizer, Coronavac и AstraZeneca – это три вакцины, которые сейчас доступны в Украине, и это не предел, говорят врачи. Ведь массовая вакцинация набирает обороты. В Украине открыто 1462 пункта вакцинации и 31 – центр массовой вакцинации против COVID-19. Сделано более двух миллионов прививок. Обе дозы вакцины получили свыше миллиона украинцев. Темпы вакцинации в червня у нас увеличились в сравнении с предыдущим периодом в несколько разов. Полтора миллиона было вакцинано в червня и всего на всего миллион двести за три предыдущие месяца. То есть это значит, что примерно 9-10 раз темпы вакцинации увеличились. Еще 7 миллионов 700 тысяч доз вакцин от разных производителей ожидают в этом месяце в рамках глобальной инициативы COVAX. Этого хватит для того, чтобы выполнить план компании по иммунизации от COVID-19, который ранее утвердили в Министерстве здравоохранения. Количество украинцев, желающих привиться, также возросло еще полгода назад. Отношение к вакцинации было иным. Люди боялись сделать прививки. Сейчас же, напротив, понимают, что это безопасно. Хочу быть какой-то. Я думаю, что это будет все равно лучше, чем без никакой. Да, Андрюш? Надо, надо, надо. У нас и детки за границей, и поехать невозможно, и боимся заболеть. А заболеем мы возрастные. Украина может наладить и собственное производство вакцин от COVID-19. В этом направлении уже есть некоторые договоренности, но, по словам экспертов, это очень отдаленная перспектива. Вакцины можно просто брать, купить в великой количестве, фасовать их тут. Это называется англійською мову аутсорсинг, то есть передача технологий. И вот они выпускают свою вакцину и в Индии, добре нам видимо, Ковишилд, так, яка была в Украине. Потом она же выпускается в Певденней Корректе, она выпускается сейчас еще и в Италии. Врачи говорят, за полтора года COVID-19 существенно изменился. В зоне риска сейчас молодежь и даже дети. Более того, осенью ожидается новая волна коронавируса, а еще медики не исключают дальнейшего распространения опасного штамма дельта. Поэтому напоминают, что масочный режим, перчатки и санитайзеры все еще остаются неизменным атрибутом для каждого. И подчеркивают, те, кто привит, перенесут болезнь в легкой форме, либо вовсе не заболеют. Инна Насоненко, Александр Бугай, Новости Украины. Украине свой ледокол. Кабинет министров выделил деньги на приобретение научно-исследовательского судна для антарктических экспедиций. Благодаря ему наши ученые после 20-летнего перерыва вернутся к изучению океанических глубин там, где нет доступа другим судам. А в перспективе смогут работать не только в Антарктиде, но и в Арктике, а также других регионах океана. Что это за судно и какие возможности оно дает нашим ученым, узнавал наш Валерий Бакус. Это Джеймс Кларк Росс, бывший флагман британской антарктической службы. Совсем скоро он может сменить хозяина и стать первым и единственным ледоколом украинских антарктических экспедиций. Кабинет министров Украины выделил средства на приобретение судна. Это станет новым шагом в развитии украинской океанографии. Развитие полярных и океанографических исследований – одно из приоритетов человечества в 21 веке. Украина входит в 30 стран мира, имеющих круглогодичные станции в Антарктиде. И это не только огромный престиж для нашего государства, но и широкие возможности для украинских ученых работать на мировом уровне и участвовать в решении глобальных проблем. Изучение и освоение ресурсов мирового океана является одним из главных трендов развития науки и технологий в современном глобализированном мире. Имея свое судно такого класса, украинские ученые смогут решить целый ряд проблем и откроют для себя новые возможности. По словам участников антарктических экспедиций, при помощи ледокола можно будет не только проводить новые исследования океана, но и расширить их географию. Ведь раньше они выходили на воду на вот таких небольших моторных лодках. На лодках ученые могут перевозить минимум оборудование и не далее, чем на 20 километров от станции Вернацкий. Теперь все может измениться. Кроме того, судно решит вопрос логистики между станцией и материком. На сегодняшний день мы для того, чтобы сделать экспедицию, проводим тендер и наймаем другие суда. Для того, чтобы сделать эту экспедицию. Бывает такой период, что очень сложно в какой-то период найти те или иное судно, в те периоды, которые нам нужны. Сейчас судну 30 лет. Однако оно в хорошем состоянии, уверяют ученые. И при надлежащем уходе способно прослужить еще как минимум столько же. Именно ледокол Джеймс Кларк Росс доставил в 1991 году первую украинскую экспедицию на станцию Фарадей, которая впоследствии стала украинской станцией имени Вернацкого. Купит ли наше государство ледокол, будет зависеть от решения бюджетного комитета Верховной Рады. Ученые надеются, что уже ко дню независимости судно будет стоять в украинском порту. Валерий Бакус, Александр Химич, Новости Украины. Невероятный ракурс. Взлет самого большого самолета в мире Ан-225 Мрия показали с беспилотника. Лайнер-гигант из аэропорта Гастомель отправился в Лейпциг. Видео опубликовал командир экипажа Дмитрий Антонов. На нем показан разгон судна, его приветствие с помощью покачивания крыльев и сам полет. Мы желаем вам приятного информационного взлета и полета по нашим интернет-платформам. Адреса прямо сейчас появляются на ваших экранах. Берегите себя, свой дом, Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова